всем привет я тут случайно попал по делам стамбул и доложу вам это прекрасно рекомендую всем у кого намечается отпуск или свободное время срочно вылетать знаете почему весь старый город полностью пустой вообще совсем туристов нету я гуляю по развалинам по дворцам по церквям или вообще один или там я еще допустим три туриста я когда-то здесь был это время народу было тьма всегда вообще в принципе сейчас никого нету прям вот как будто ты владелец этого дворца ходишь кроме тебя и охранников больше никого нет это просто супер потрясающе ведь даже у пандемии есть плюсы из минусов что когда идешь по какой-то старинной улочке где много кафешек то вот эти зазывала кафешные да они все ставят на тебе сразу значок захвата цели атакуют прям подряд то есть если 20 кафешек тебе пристанут из всех 20 будут пытаться тебя завести во все магазины все сувенирные магазины ну это вам знакомо я думаю если вы были в арабских странах каких-то или в турции все одинаково а ну и котики стамбульские слышите да он мяукает так вот первый момент рекомендую срочно вылетать сейчас тут очень тепло плюс 28 вечером плюс 18 очень комфортно погулять по музеям прям вот то что нужно то что доктор прописал и конечно же я везде нахожу что-то интересное по нашей теме потап пока тут гулял мне несколько раз написали покупатели что-то типа такого привет кости я получил кольцо все супер очень понравилось но ты знаешь показал друзьям друзья посмеялись и сказали что они знают где купить намного лучше больше дешевле но это старая тема я уже снимал на эту тему видео но видимо надо снимать еще еще и еще поэтому я пошел как раз туда где лучше больше и дешевле причем дешевле в тысячу раз примерно выходит и я купил великолепный рубин из бирмы не гретый два с половиной карата вместе с кольцом за 120 долларов мне даже выдали бумажку которая на которой написано большими буквами что это сертификат сейчас вам я покажу попозже вот смотрите сюжет из магазина собственно как выглядела сама покупка зашли в магазин тут очень много рубинов они примерно одинакового цвета все и все из бирмы бирманский я слышал самые лучшие вот вот у нас 12 карат рубин натуральный естественно немножко залапал я его 750 долларов вот и здесь ту ту поинт это два с половиной карата тоже с бирмы тоже натуральный вот 160 долларов 750 я думаю для рубина это дорого наверно будем брать 160 что скажете тут еще вот есть довольно большой выбор those are oval cuts this is triplest cut how many cut are you out i guess like three cut two and half this is two and half also from 2.5 also from burma yes or ruby senior shop from burma yeah i have some african too but this one exactly yeah я все бирманские исключительно у него некоторые из африки но вот смотрите если учесть что он розовато-оранжеватый но он три карата да sorry this one is heated or not oh nigret еще но вот если учесть что он из бирмы nigret и розово-оранжевый три карата nigret и ну тысяч 30 он должен стоить минимум долларов сейчас я не прерываю запись чтобы вы вот он взвешивать пошел чтобы не думали что я что-то придумываю мать this also very nice one 130 долларов за кольцо есть но так и он достал владелец сейчас его показал сказал что у него есть особенного качества пить пить и сблот пить и бот он сказал что у него есть вот такой очень солидный джентльмен седой он сказал что ну выглядит реально солидно прям такой владелец владелец он сказал что у него есть рубины цвета глубинная кровь это за которыми все охотятся вот ну и это конечно же у нас так выглядит в очках интеллигентный вот пожалуйста он говорит что это глубинная кровь конечно же это у нас сами понимаете что вот я на глаз вижу да я вижу на глаз сейчас я знаю насчет комментировать а ты что прям на глаз понимаешь да я понимаю на глаз вот и у нас подвеска такая тут по царапинам на поверхности видите как много царапин вот они да вот понятно что это тоже самое вот то что я вам в чем-то бы и показывал какая-то хрень залитая стеклом то есть естественно это ни в коем случае не рубин 15 долларов им цена поэтому их и продают это тоже это не стекло но это как раз вот та самая порода это тоже самое родные чентабурийские наши тайские ведь по всему миру расходятся вот отсюда собственно легенды что вот друзья сказали что не знает где купить дешевле и лучше и больше ладно не будем тянуть время вот еще есть мне понравился вот этот берманский негретый покупаю его сейчас он нам выпишет сертификат я пойду в кафе и вам покажу сертификат расскажу в чем мои подозрения по сертификату потом мы сдадим на реальную сертификацию лабораторию посмотрим что это такое все дали мне красивую коробочку такой и джентльмен выписывает сейчас сертификат от руки естественно никаких лабораторий ничего не будет но мы сразу понимали так все готово пожалуйста про то что это негретый рубин из бирмы ни слова и поэтому потом доказать что либо будет вообще невозможно ничего вообще нет никакой инфы и смотрите написано сертификат раз написано что это сертификат простой русский человек друг друзья человека который у нас купил кольца и камни он скажет да это сертификат все нормально а чего еще надо то итак смотрим на то что у них называется сертификатом это даже не чек из магазина потому что там нет ни одной печати да посмотрите это просто бумажка все значит там даже не написана информация про камень никакой вообще то есть а камни ни слова поэтому вернуть деньги будет невозможно посмотрите как должен выглядеть сертификат то есть первую очередь там есть описание камни его размеры информации о том греты он негретый а также обязательно то есть вы скажете да кто например смотрит впервые подобное видео вы скажете слушай а таких сертификатов напечатать сколько угодно да это правда их можно печатать сколько угодно но в чем дело посмотрите ссылка на сайт qr-код и номер серийный камня то есть вы можете зайти по этой ссылке на сайт и почитать информацию про ваш камень я всегда говорил и буду говорить что да сертификат можно подделать но взломать сайт лаборатории и туда вписать информацию о камне я не умею этого делать я думаю что вряд ли кто-то из вас умеет мое мнение что скорее всего это невозможно вообще в принципе то есть вот сравнили сертификаты у меня вообще такое ощущение что у них по всему миру какой-то заговор значит владельцев рубинов то есть рубины из бирмы есть каждом магазине здесь турции в ювелирном я просмотрел их буквально за пару часов я посмотрел рубинов бирманских больше чем их бирме есть вот у меня такое то есть в бирме единовременно ты можешь увидеть ну 56 хороших рубинов не больше потому что их я говорил уже да их практически не добывают уже много лет больше 20 лет назад добыча истощилась и официально она была закрыта вообще а тут пожалуйста вон 12 каратник вы видели таких прям в этом в одном магазине было штук 67 это огромные деньги это десятки миллионов долларов но вот тем не менее они не стесняются говорить что это бирма что они не греты и вот я видео там говорил что я прям чувствую да что это наша тентабурийская заливка стеклом корундов скорее всего это она есть есть они покупают оптом долларов по 5 10 наверное в розницу они стоят 15 долларов и облапошивают таким образом туристов поэтому да друзья были правы когда говорили что на есть лучше больше дешевле но только есть небольшая разница это подделка как бы мы про настоящий рубины вообще с вами говорим значит я решил разделить это видео на две части да почему я на гуглил оказывается здесь тамбуль есть лаборатория туда можно сдать этот камень но они его заберут дней на пять-шесть я не планирую здесь только находиться поэтому я это колечко передаю в москву мы его сдадим в мгу мгу лаборатория проверенная у них есть сайты ссылки на сайт они тоже выдают хороший сертификат и сильными номерами можно зайти будет все посмотреть значит предлагаю вам в комментариях поугадывать что это будет на самом деле или вообще синтетика совсем или кусочки корунду залитый стеклом как я вам показываю щенты бури или вообще что это мне интересно но скорее всего я думаю это заливка стеклом то есть его стоимость оптовая долларов 5 10 розничная 15 вот собственно так ваши друзья и покупают больше лучше дешевле то же самое здесь вот один в один с изумрудами то же самое тут с афирами и в принципе все что я видела но вот такое копеечное и понятно что друзья имеют полное основание посмеяться над покупателем какого-то настоящего камня значит еще очень часто когда я вступаю в диалог с людьми которые купили вот в таком месте знаете что для них является важным и является доказательством то есть я пишу извините вас обманули мне отвечают слушай вообще не похоже знаешь почему потому что владелец выглядел очень солидным и у него свой такой прям большой солидный магазин с вывеской то много товара много камней почему-то это в их глазах является доказательством но вот собственно ждите вторую часть я думаю что на это уйдет где-то месяц чтобы передать колечко сдать его мгу получить результат и я обязательно запилю вторую часть этого видоса посмотрите сами что у нас получится опять же я предвижу что вы будете писать некоторые да будут писать а то что прям так на глаз определил ну да ребята моя работа извините я в какой-то мере специалист и да я на глаз вот прям так определил что рубин ненастоящий а вот значит посмотрим прав ли я был или нет ждем второй части примерно через месяц всем пока не болейте приезжайте погулять по исторической части стамбула рекомендую